Вот такая появилась новинка в мире, что в кофе стали добавлять сливочное масло. То раньше в Тибете в чай добавляют сливочное масло. Может вы читали раньше в книгах, как они целый день такой чай пьют. Потом мы посмотрим, что туда входит. И смотрите, сливочное масло в кофе вместо сливок сахара. Это может показаться странным и даже не очень аппетитным на первый взгляд, но эксперты утверждают, что этот супер напиток способен творить чудеса. Те, кто последовал новому тренду, заявляют, что такой кофе обладает чудодейственными свойствами и помогает похудеть намного быстрее. Пулинепробиваемый кофе, как его называют, стал любимым напитком у жителей Силиконовой долины, спортсменов, руководителей и занятых родителей. Все дело в том, что зерна кофе с нужными жирами создают энергетическую смесь, которая не только притупляет голод, но и улучшает концентрацию, способствует похудению и поддерживает мышечную массу. И вот они пишут, 5 основных преимуществ, хороший источник полезных жиров, сливочное масло от коров, выкормленных на траве, содержит полезные жиры, которые контролируют уровень холестерина. Вы получаете оптимальное соотношение жирных кислот, которые уменьшают общее содержание жира в организме. Но тут омега-3, омега-6. Но тут вопрос весь в том, что вы у нас не купите натуральное сливочное масло, вы можете купить, если поедете в село у хозяйки, которая держит коров. И у нее вы можете купить сливочное масло. А где вы еще у нас сможете его купить? Ну, уже вы нигде не купите. Полезно для нервной системы? Ну, конечно, если маслечко сливочное, натуральное, что бы оно было бы не полезно. Можете остановить и прочитать вот уже дальше. Потом, что тут еще? Способствует похудению? Ну, тут мы рассмотрели. Ну, конечно, если жиры всосались, то есты потом не хочется, и человек может не набивать живот такими углеводами, хлебом там и всем таким. Познавательные способности. Ну, ясно, если организм не перегружен ничем, лучше начинает работать мозг. И тут они начинают, вот смотрите обратно, кокосовое масло. Ну, при чем тут нам кокосовое масло? Потом еще пальмовое, скажите, потому что люди пишут, что, ну, в пальмовое масло сейчас кругом добавляют. И в то сливочное масло, что в магазинах, и в сгущенное молоко. У меня есть на YouTube-канале состав сгущенного молока, можете прочитать, посмотреть. Вместо завтрака. Ну, лучше вообще не завтракать, а только фрукты и завтракать. И вот рецепт кофе с маслом. Две чашки, две ложки сливочного масла. И вот обратно они тянут, это кокосовое масло. Конечно, не нужно. Найдите настоящее сливочное масло и без всякого кокосового масла сделайте кофе. Вот так вот оно, видите, аппетитно выглядит. Кинули кусок. Только весь вопрос в том, где его купить, настоящее сливочное масло. А то, что этот вопрос, уже, как говорится, давно, вот это вот в Тибете. Они пьют чай, видите, и кидают туда сливочное масло. Вот так вот такие картинки этого масла. Топленое они ложат масло. Я еще давно читал в книге за Тибет, что они вот пьют такое масло. Чай такой, вернее, пьют. И тут они обратно начинают. Ингредиенты. Один стакан жирного молока. Одна-вторая столовая воды. Крупнолистовой чай. Соль. Топленое масло. Но я сомневаюсь, что на молоке делают. Скорее всего, просто там идет на воде крупнолистовой чай. Топленое масло. И может добавляют чуть соли или корицы. Там у них корица очень полезная. Потому что у нас та, что корица продается, то не та корица. Что положено. Так что тибетцы пьют чай со сливочным маслом. Ну, может и кофе зайдет. Только, как говорится, где купить это все. У нас вот видите, ягоды стали почтой отсылать в Украине. Вот в Херсонской области. Стали выращивать. По таким опылениям шмелями и все такое. Ну, смотрите другие интересные видео. Все, как говорится, в человеке зависит от продуктов качественных. Это энергия для организма, топлива, продукты. А мы, получается, кушаем всю эту химию. И только укорачиваем себе жизнь. А так, натуральный чай. Но чай дает кислотную реакцию. Если уже делать чай с маслом, то брать фруктовый чай. Сделать вот на каких-то сушеных фруктах, сухофруктах. И добавить туда масло. А то тогда будет полезно. Продолжение следует...